Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Тропика. Безумные 300 тысяч на счету, если честно, я сам в шоке, не ожидал, что так получится, но тем не менее, это факт, они у нас имеются, понятно, что потихоньку будут таять. Чем сегодня будем заниматься? Я думаю, что надо нам поехать потихоньку, полегоньку в космическую программу, конечно, наверное, на более позднем этапе, чем хотелось бы на этапе новейшей истории, но все-таки приблизиться максимально к этому. Не то, что я планирую побыстрее завершить, но в любом случае надо чем-то заниматься, и я думаю, что это отличный вариант. Давайте пройдемся по комментариям, там был такой интересный комментарий, что можно сделать вот такую вот штуку, стоит она 3000 на один дом, ну, грубо говоря, на все вот эти дома, если мы сделаем высотки, то будем потреблять меньше энергии. Сейчас у нас в сети есть 257. С учетом того, что космическая программа достаточно много на себя берет, давайте себе напомним об этом, потому что, если честно, я уже забыл. Ну, вот, например, вот эта. Она берет 200 на себя, и каждая еще по 30, то есть здесь нужно еще достаточно, поэтому, в принципе, можно попробовать сделать. Давайте вот так через Ctrl нажмем, 30 тысяч мы на это тратим. Не думаю, что это так много, можем себе сейчас позволить, и у нас становится 527, что, несомненно, приятно. Хочу заглянуть к брокеру, тоже посмотреть, как у него там дела. Ну, дела у него нормально, можно еще ячеечку открыть. Не знаю, создание имиджа нам точно не надо, это мне точно не интересует. Вот битком набитая рубка, это что-то для космической программы, я это, наверное, возьму. Давайте давай план разработаем. Я хочу сегодня, наверное, начать стартануть космическую программу, какие-то здания построить, но не то, чтобы в нее упарываться, потому что еще много всего интересненького можно построить, и построить это однозначно хочется. Куда-то испарилась моя поддержка, вроде только что было 45%. Не знаю, что с ней происходит, но да ладно, меня это не очень волнует. Слушайте, по 70 тысяч просто посмотрите на список товаров, которые мы увозим. А здесь чего? Ну, здесь, видно, только недавно увезли, но выглядит внушительно. Денег будет слишком много, я бы даже сказал. И это хорошо, это замечательно, это значит, что у нас есть огромные возможности. Куда поедем дальше? Слушайте, я на самом деле помню, что мы хотели с вами построить из СМИ еще кое-чего, и не построили. Это называется телестанция. Так как деньги есть, электричество тоже присутствует, я позволю себе ее разблокировать и, наверное, куда-нибудь воткнуть. В общем, почитаем немного. Вылечивает свободу вокруг себя, транслирует пропаганду, влияющую на проживающих рядом граждан. Особенно эффективно действует на детей и пенсионеров. Думаю, что нам такое надо. Обязательно я что-то, мне казалось, построил, но вот сейчас понимаю, что не наблюдается нигде телебашня. Но вот где-то здесь, мне кажется, она бы смотрелась довольно-таки неплохо. Ну, вообще, в целом преобразилось все. Единственное, что вот здесь у нас наблюдаются какие-то сложности. А почему так все плохо здесь в этом плане? Так, вот у нас табак. Может быть, какое-то улучшение? Производительность повышается на 50%. Затраты на обслуживание ближайших ферм и фермфабрик снижаются. Но здесь у нас фермы-фабрики. Только надо вот это вот улучшать, потому что... Потому что это качество работы, а качество работы это поддержка, как мы помним. Давайте сделаем вот это. Давайте сделаем вот это. Я думаю, что это неплохая идея. Что здесь еще есть? Повышает производительность ближайших, производительность на 10, затраты на обслуживание. Ну, смотрите, вот как бы это нам тоже надо, потому что вот здесь у нас как бы потребляется кожа. Ткань мы не делаем, ну и хрен с ним. А вот что происходит с табаком, мне непонятно. Несмотря на то, что денег вроде у нас как бы достаточно. Чего не хватает еще? Странно, я не понимаю. Они как-то мало производят? Да нет, вон тут сахара много, тысяча сахара. Табак. Здесь ничего нет. Здесь есть. Возможно, это намек на то, что все-таки нам перевозчиков сейчас опять же стало не хватать. Я всажу им, наверное, прям вот так вот побольше денег. Вам уже я дал денег. Наверное, я еще одних построю, потому что вижу, что вроде как недостаточно, да? И все-таки хотелось бы эти товары перевозить пошустрее. О, отлично. Вот сюда влезает. Я прям вот так построю. Блин, ну теперь мы можем себе такое позволять, поэтому я уж буду строить максимально быстро. Единственное, что, а сколько у меня работников? Семь. Еще сорок пять каких-то бездомных. Блин, вот найти бы этих бездомных на самом деле. Я думаю, что это можно сделать. Ну вот обеспеченный. Ты где вообще? Деятельность, отдых, на пути к часовне, на пенсии, обеспеченный колледж. Слушайте, ну можно, в принципе, уже сейчас будет скоро. Что ты хочешь? Экспорт ресурсопрепараты. Давай возьмем. Можно уже будет скоро по указикам пробежаться на самом деле, по каким-нибудь. Что вот это такое? Коэффициент эмиграции повышается. Рейтинг туристов, интересующихся культурой, походников, повышается. Отношения с консерваторами на 25 ухудшаются. Но 25 это много. Запрет лампочек, потребность жилых зданий в электричестве снижается. Слушайте, ну это мне не нравится. Счастливое мясо. Производство всех ферм и фермфабрик снижается. Комфорт рабочих мест на фермах повышается на 10%. Стандартная экспортная цена мяса повышается на 10%. Отношение к вам промышленников ухудшается. Экологов улучшается. Давайте попробуем вот такую вот штучку издать. Потому что, ну, это все-таки дает улучшение, да, определенное так или иначе. Я понимаю, что не для всех, но тем не менее. И, наверное, я здесь очень много всего пропустил по-хорошему. Качество работы каждого рабочего места увеличивается на 15%. Производительность всех рабочих мест снижается на 12%. Загрязнение от рабочих мест снижается на 10%. Ну, как бы тут, видите, вроде и да, и вроде и нет. Во время действия этого указа шахтеры и промышленники работают в две смены. Ну, вот это мне не нравится. Вот бесплатное жилье, это прикольно, да, капиталисты обидятся. У меня, наверное, с капиталистами-то хорошее отношение. И можно было бы их не портить. 73% все-таки, а их как бы достаточно много, да, видите. Ну, хотя их, в принципе, плюс-минус всех одинаково. Но можно вот этих еще переводить. Кстати, этим занимается, если я не ошибаюсь, радио в том числе. О, у нас готово кино. Кино, ну вы поняли. Телестанция готова у нас. Тут можно переводить, в общем, видите. Становится интеллигентом с 25% вероятностью и так далее. Ну, наверное, пока что мне это просто не надо. Я не знаю насчет качества жилья, но походу, мне кажется, да, что надо вот от этого избавляться, барахла. Ребята, ну, пока что временно вы бездомные. Это буквально временно, правда, потому что я смогу сейчас за денежку построить быстро вам домик. Так, и построю вам, если это был барак, давайте построим вот такой дом. Вот один вот сюда. И один... Нет, сюда не хочу. Давай прям вот так вот за денежку, чтобы побыстрее. И, наверное, здесь надо прожать электрификацию через контрол, потому что мы какие-то дома достраивали, и, соответственно, могло быть такое, что не все я электролизовал, если это можно так назвать. Ты кто у нас? Банкрот? Банкрот. Ну, короче, если я сделаю бесплатное жилье, конечно, у меня бездомных, наверное, не будет вообще. В принципе, исходя из того, что у нас уже тысяча человек, количество бездомных небольшое. Ну, вообще, мне нравится все, что происходит. Надеюсь, что сейчас мы с вами по денежкам будем вывозить, потому что строить я планирую много. Окей, что еще есть вкусного? Нам нужна научная лаборатория. Давайте ее разблокируем. Требует она 75, дает она тоже науку. Ну, я не знаю, можно ее где-то здесь приделать, да, наверное? На окраине? Ну, не ставить же ее где-то в центре города. Хотя можно вот сюда попробовать. О, вот сюда прямо идеально. Давайте построим. Здесь я забыл улучшение сделать, и, наверное, денег я им тоже заплачу побольше. Блин, ну, мне не хватает, скорее всего. Хотя нет, приезжают люди плюс 7, плюс 9. Че у нас еще есть такого интересного? Значит, библиотека понятна, таможня понятна, иммиграционная служба тоже понятна. В ней смысл какой-то сейчас есть. Затраты на обслуживание повышаются, имеется 50% вероятности. Скрытую роль. Насколько это надо, я не очень понимаю. Если честно, скрытые роли эти выяснять. Мне как-то пофигу, я, если чего, и так разберусь. Поеду вот сюда посмотреть. Это кто у нас? Чертеж ночлежки. Не знаю, а ночлежка это вообще что такое? Ну, давайте возьмем фабрика шаров, инструмент режима. Получить чертеж не требуется. Слушайте, по поводу ночлежки даже я не в курсе. Прочитаем. Жилое строение немного более высокого качества, вмещает 9 человек. Жители должны минимум бедными. Немного загрязняет окружающую среду. Ну, какой в этом смысл я не вижу, наверное, сейчас, потому что уже настроено много. Жилье высокого качества до 15 человек в зависимости от режима также предоставляет другие удобства, но всегда обеспечивает едой, что уменьшает необходимость покидать купол. Обслуживающий персонал оказывает владельцам дополнительные услуги в сферах здравоохранения, религии и развлечений. Ну, звучит интересно. Ну-ка, дайте хоть посмотрим. А, ни хрена себе, ни хрена себе. Ничего себе. Вот это да. Слушайте, выглядит очень прикольно, но, конечно, в городе будет достаточно странно смотреться. Что по деньгам? 40 это что привозят? Ну, короче, в районе 300 тысяч мы держимся. Меня единственное, что напрягает, это то, что мы с вами не можем нормально произвести количество табака. Я бахнул вот так улучшение за деньги. Давайте везде его сделаем. Улучшение клетчатки. Подожди, а почему здесь такого нету? Это что? Это табак, а это сахар. Какая-то есть разница, исходя из культуры, что ли? Я думал, все улучшения одинаковые. Задача выполнена. Возьмем, пожалуй, плюс 5 к интеллигенции. Итого 41% поддержки, к сожалению, не выполняем. И вот эту историю я еще хотел в торговлю зайти, но тут еще одно задание выполнено. В торговлю я все-таки зайду. Как у вас здесь дела? Автомобили, морепродукты, кожа. Ну, кожу мы какую-то продаем излишнюю. В принципе, это тоже нормально. Я думаю, автомобили. Значит, у нас что есть? Путь с Россией, путь с США. В принципе, и то, и другое в процессе. Здесь что у нас? Автомобили. Здесь, наверное, не продаем, да, пока? Ну, логично. Автомобили, кожа. Короче, потихоньку завершаем. Иммигранта с высшим образованием. Вот, слушайте, вот это хороший вопрос. Ты кто? Научная лаборатория, обеспеченный колледж. Ну-ка, пошел вон. Я вот так вот нанимаю. И, соответственно, что? Подождите-ка, где моя электроэнергия? Я не очень понимаю. Что-то случилось? Куда она делась? Или это у меня столько съела лаборатория? Может ли быть такое или нет? Да, это задание выполнено. Это классно. Ну, погодите-ка секундочку, здесь у меня хороший вопрос. Что произошло? Нет, 75. Мне кажется, просто куда-то не завезли угля, и такая ситуация получилась. Но другого варианта я просто не вижу. А-а-а, погоди-ка. Это улучшение, да, вот эти все столько стоили. Ну, ладно, что уж поделать, уже сделал. Электричество сейчас новое придумаем, это не проблема. У нас еще осталась с вами термоядерная станция. И я думаю, что, может быть, ее время пришло. Короче, разблокировал я эту станцию и пытаюсь ее куда-то приделать. Я так понял, что ее надо вот так ставить. Я тут немножечко поэкспериментировал и понял, что, наверное, да. А получится ли сюда куда-то? Нет, сюда не получается, и это очень плохо. Вот, вот сюда получается. И я думаю, что давайте попробуем. Ну, а на сколько дает? Много же дает. Где написано? 900 мегаватт. Хочу 900 мегаватт, срочно причем. Дорога как-то и не особо требуется. Ну, и тут рядом, если что, есть. Будем строить силами строителей. А то что, они прохлаждаются? Я, конечно, сейчас вообще могу их удалить и строить только за деньги. Но нафиг нам такое надо? Я вот так и не понял, насколько мне офисы деньги приносят. На самом деле, было бы прикольно узнать. И надо ли мне еще вот такие домики? Что тоже мне пока непонятно. Че, брокер, скажешь? Ничего нету, да? Ну, вот есть вот это, но это дороговато пока что. Нужно еще немножечко денег на швейцарском счете. Блин, а как бы мне еще их заработать? Если честно, я не представляю. Я вообще без понятия. Ну, и хрен-то с ним. Вроде они потихоньку капают, и нормально. Я бы в туризм еще бы заехал и посмотрел, как здесь дела. Значит, вы кто? Вы у нас... О, погодите-ка, погодите-ка. А кто это у нас заехал? А это ребята заехали. Это те ребята, которых мы так долго ждали. Ну-ка, давайте я вам вот так раз, два сделаю и посмотрю. Хотите еще, наверное, да, заехать? Сколько электричества осталось? Сто... Нет, не сто. Сто... Да, сто двадцать три. Все правильно. Давайте раз, еще одну. Стоит это сколько электричества? Десять. Ну, значит, можно пока вот так сделать. И подождать следующий корабль, который нам туристов завезет. Что касается остальных гостиниц, то здесь как бы мы видим, что... Что все нормально, да? Я правильно понимаю? Да, здесь тоже достаточно людей. И здесь достаточно людей. Ну, в общем, вроде все неплохо. Ну, что у нас здесь? У нас тут задание. И либо повысить отношения с... Как их зовут-то? Капиталистами. Построить яхт-клуб. Либо сделать указ легализации. Я бы, наверное, яхт-клуб построил. Потому что это развлечение. И вообще тема прикольная. Только надо его найти, на самом деле. Я, опять же, не помню, где он находится. Скорее всего, вот здесь. Да, я правильно понял. Да, вот он, яхт-клуб. Кого он привлекает? Богатых путешествующих граждан и туристов. Знаете, что бесит? Вот реально бесит, что вот сюда нельзя строить. Ну, из-за того, что, типа, это не к общей вот этой вот воде подсоединено. Но это прямо бесит меня. Ну, какого хрена? Так это не должно работать. Ну, давайте построим им яхт-клуб. Сюда вот, например. Я бы построил бы что-нибудь еще. Что у нас тут? Пляжный курорт. Ну, вот ночной клуб мы еще не разблокировали. Надо сейчас энергии дождаться. Поле для гольфа, кстати, тоже. А это не для богатых путешествующих туристов, любящих комфорт. Гости должны быть обеспеченными либо богаче. Ну, и вот, видите, здесь как бы битком забито вот это вот наше развлечение. Ну, давайте им куда-нибудь вот сюда приделаем. Я даже не знаю, здесь дорогу вообще можно провести. Здесь мне вообще не нравится. Ну, давайте гольф, наверное... Блин, а вот давайте вот сюда его сделаем. Около небоскребов будет гольф. Что еще есть интересненького? Клуб Аль Президенты. Ну, такое себе. Оперный театр мы вроде строили. Ресторан деликатесов мы строили. Но я бы еще один бы возвел, потому что... Потому что уверен, что он им нравится. Давайте сделаем вот так. Здесь дорогу можно какую-то сделать интересную. Да, ну, относительно интересную. Ну, хоть какую-то, пускай она будет. Я не знаю, здесь повезти сюда, типа. И вообще можно дополнительно соединиться с аэропортом, да? Получится у нас интересно это сделать? Ну, получается немножко сикость-накость. Но в любом случае это работает. Ну, вот что-то такое изобразил. Я даже до сих пор не понимаю, ко мне вообще прилетает кто-то на этом аэропорте. О, баланс сети. Это значит, что мы построили с вами то, что хотели. И мне сказали построить побольше парковок. Потому что действительно парковок-то у меня не очень много. И может быть это стоит сделать прямо сейчас? Блин, я тогда неправильно вот это построил. Давайте отменим. А, давай с парковки начнем. Парковочку мы куда-нибудь сейчас приделаем. Ну, не знаю, насчет вот сюда. Да, наверное. А может быть вот здесь? Сюда не влезает. Ну, типа парковка около аэропорта. Что было бы логично, да? Типа садитесь на такси и поехали. Ну, и где-нибудь вот здесь одну я бы тоже приделал, наверное. Потому что они сюда захотят ехать так или иначе. Вообще надо парковок поставить. Просто побольше и в городе. В том числе я, наверное, всего несколько поставил. И сижу, думаю, что они не катаются-то на замечательных машинах. Которых просто не очень много. Что у нас есть по улучшениям? Человек с шотландским акцентом выглядит так, словно он прибыл из будущего. Пришел и доработал термоядерную реакцию. Производство электричества повышается на 10%. Но надо это сделать. Есть крохотный шанс, что из-за случайных квантовых флуаций в качестве побочного продукта реакции ядерной синтеза получатся золотые монеты. Ну, звучит странно. Ну, что у нас? Отношение с капиталистами получается. Берем, конечно же, задания не выполняем. Сейчас посмотрим, упадет ли поддержка. Думаю, что все-таки нормально все будет. Я настроил немножечко всяких разных парковок, и надо теперь дождаться, когда их построят. И вообще, мне кажется, есть смысл сделать еще одну инженерную компанию. Ну, я просто не хочу деньги, на самом деле, тратить, несмотря на то, что они есть. Мало ли что, всякое бывает. И пускай ребята трудятся, и надо будет вот от этого избавляться, кстати. Оно здесь нам уродует всю картину. Но инженерную компанию, наверное, все-таки надо строить где-то вот здесь. Потому что она немножко уродует как бы город. И может быть даже отказаться от того, что вот эти вот ребята у нас здесь присутствуют. Просто вместо них что-нибудь другое организовать. Что взять-то? Вот эту взять, угольный двигатель, либо фабрику беспилотников. Давай угольный двигатель пока возьмем. Фабрика беспилотников я и так куплю. 400 тысяч, опять 31%. Только что было 40, там почти один. Какого хрен происходит? Я не знаю, что у них там случилось. Пираты закончили рейд. Но это значит, что вам надо поехать. Не, вот это не надо. Вот это вот надо. Вот это вот надо все делать. Окей. Давайте тогда сейчас, наверное, найдем место, где мы с вами будем делать космическую программу. Ну, вообще, конечно, где-то вот здесь было бы нормально. Или может быть даже где-то вот здесь. Не знаю. Ну, как бы очень близко делать не хочется. Ну и супердалеко. Надо ли нам супердалеко? Либо вот эту вот часть использовать. Ну, хотя наоборот, здесь, может быть, какие-то заводики лучше организовывать. А вот сюда? А вот сюда как раз ту самую космическую программу. Возведите строение. Вы что, угораете, что ли? Ну, давайте попробуем еще один яхт-клуб построить. Это же для туристов. Мы же хотим туристов, правильно? Поэтому возьмем такое задание. Я не очень понимаю, зачем дублировать, конечно. Но да ладно. Хотя этот яхт-клуб уже забит под завязочку. И, наверное, это как раз с этим и связано. Давайте еще торговую лицензию возьмем за 15 и что-нибудь будем продавать. Ну, главное выбор только то, что мы сейчас не продаем. А то я люблю это сделать. Морепродукты есть. Не надо брать. Одежда. Одежды нет, но цена не очень хорошая. Препараты, кстати, нормальная тема. Давайте их возьмем. Давайте вот так побольше сразу бахнем, чтобы не париться. В принципе, можно открывать все торговые пути уже и продавать направо и налево. У нас выборы. А мы, в принципе, можем что-нибудь пообещать, как всегда. Но ни хрена не сделать. Давайте возьмем Веру. Давайте возьмем, кто у нас тут самый расстроенный-то. Вот милитарист получается. Ну и никого обвинять, соответственно, не будем. Здесь я пообещать ничего не смогу. Все. Речь, как всегда, транслируется народу. Я надеюсь, что народу понравится. И мы, соответственно, выборы не проиграем. Экскурсионное бюро, кстати, у нас отсутствовало. Чертеж получаем. Давайте еще немножечко туризму уделим времени, пока на заднем фоне орут наши люди, которым нравится, судя по всему, речь. Значит, что у нас тут? У нас развлечение. Туристическое бюро. Или оно прямо в туризме? Ну, было бы логично. В принципе, у нас, кстати, еще роскошного отеля нет. Можем, наверное, себе уже позволить всякие круизные лайнеры и так далее. Так, где у меня вот эта хрень? Экскурсионное бюро. Оно достаточно маленькое. Но, наверное, да, вот сюда влезает. И это замечательно. Это замечательно, потому что берег тоже хотелось бы занять чем-нибудь. Сюда не влезет, да, я так понимаю, никуда. Очень жаль. Очень жаль, что туда даже парки не влезут, что они ровно столько клеток. Но рядом строить я еще одно смысла не вижу. Давайте, наверное, попробуем еще роскошный отель. Сколько у нас там электричества? У нас электричества тысяча. Это достаточно для того, чтобы немножко побаловаться. Так, роскошный отель. Куда ты хочешь построиться? Блин, ну вообще хотелось бы их как-то, да, вот прямо на пляже. Типа вот так, спиной туда. И там вид из номеров и все такое. Но не думаю, что получится, да. Хотя вот здесь. Нет, ладно, давайте мы, наверное, так не будем делать. Мы сейчас их куда-нибудь вот сюда организуем. Ну вот, например, один сюда замечательно помещается, да. Другой можно как-то вот так поставить. С ума сходить не хочу, но еще от одного я бы не отказался. Пойдет. Пускай будет три. Надеюсь, что туристы будут приезжать. Кстати, может быть, нам стоит сменить все-таки действительно здесь режим. Об этом мне сказали, а я этого не сделал. Но это нужно исследовать для начала. Давайте-ка пойдем и исследуем тогда. Это все идет нахрен. Где у нас туристический порт? Плохо, что здесь нету поиска, потому что достаточно много всего. Но я его, в принципе, нахожу. Давай вот это уберем. А вот это изучим. И уже изучили, потому что у нас было достаточно очков технологий. Ну, я не знаю. Надо просто вот это все изучить так или иначе. Здесь всякие разные приколюхи. Наверное, в большей степени меня указы интересуют. А потом уже режимы работы зданий. Я в клуб прожимаю. И все. И поехали, короче, заниматься космической программой. Для начала. Плюс пять от капиталистов. Сорок четыре процента. Нормально пока идем. Слушайте, ну все-таки я думаю, что вот здесь. Вот здесь, наверху, это будет отличное место для того, чтобы начать строить космическую программу. Итак, давайте я снова найдем космопорт. Слушайте, а штука-то не маленькая, я вам скажу, да? Но я так понимаю, что всякое разное уже достраивается в ней. Давайте мы быстро вот так сделаем. Мы глянем с вами на слои. Вот на эти именно. Ну, здесь ничего нет, по сути. И ничего страшного, значит. Можно сюда смело размещать. Я видел там дорогу где-то, где она у нас есть. Я теперь ее не вижу почему-то. А, вот она. Значит, мы поворачиваем в эту сторону и оставляем вот здесь всю эту историю. А тут у нас где-то есть подъем. Ну, он достаточно далеко, но нормальный. Ничего страшного. Надо только проверить. Единственное, что если электричество, я просто не уверен, что оно дотягивается досюда. И, возможно, нужно трансформатор поставить. Что такое? Неровная поверхность. Чего? Короче, игра мне решила голову поделать. И сказала мне, что там не очень хорошая для этого поверхность, для дороги. Пришлось идти в обход. Ну, я сделал как-то так, нормально. Если что, там сюда можно подъехать. Я надеюсь, что я правильно сделал, поставив ее в упор вот к этой штуке. Мне кажется, что все должно быть хорошо. Ну, и надо потихоньку разблокировать, наверное, оставшиеся здания, которые у нас есть. А, блин, тут куча всего интересного еще. Это хочется построить, если честно. Давайте вернемся все-таки к космической программе. Нажмем вот это купить, нажмем вот это купить. Ну, я бы не сказал, что мы прям растем в деньгах. Но мы держимся на одном уровне, несмотря на то, что достраиваем всякого разного. И это мне, конечно, нравится. Недостаточно поддержки. В смысле, недостаточно поддержки? Ты чего, говори, что такое? Все нормально у нас. Все у нас хватает. Ну, давайте на всякий пожарный зайдем куда-нибудь вот сюда. Посмотрим, с кем мы там поссорились. Вот с вами. На тебе денег. Кто хочет денег? Верующие хотят денег. Ну, верующие дело такое. Держи. Все. Немножко их подкупили. Как бы пофиг совершенно. Я, если честно, думаю, что вот здесь надо еще вот эти вот сменить бараки на нормальные здания. Давайте этим займемся. Хотя, может быть, лучше после выборов. А то мало ли сейчас расстроятся еще. Пожарчик надо потушить. Че горит? Горит вот эта штучка. Отправляем вертолет. Вы заселились сюда? Че-то больше никто не приезжает. Вы гребаные, вы экстремалы, блин. Че вы меня бесите, я понять не могу. Где у меня там этот туризм? Эти роскошные ваши развлечения. Где вы любите тусоваться? Давали бы какой-то фильтр. Так, это у нас путешествующих граждан. Это у нас граждан-туристов-экстремалов. Это мы уже поняли, мы такое построили. Путешествующих, любящих комфорт. Но вот это вот развлекает путешествующих граждан-туристов, походников и экстремалов. Но тут, виноват, в чем проблема? Это надо строить на рыбном месте, если я все правильно понял. То есть нам это нужно построить типа вот здесь. Вот таким вот образом. Я прям вот так вот сделаю. И пускай они как бы это строят. Я вижу, что мы завершили какой-то контракт. Это отличные новости. Сигары, автомобили. А, ну, наверное, это была одежда, да? Потому что мы достаточно быстро ее произвели. Что еще хотите? Вот еще одежда есть, но мне не нравится. Потому что 10% лодки, молоко, мясо. А насколько у нас мясо вообще появляется в порту? Давайте проверим. Мне кажется, что должно быть. Да, есть мясо. Давайте возьмем, потому что там цена приятная. Где я тут видел? Вот мясо плюс 62. Я возьму прям вот так. Хотят от нас производство сигар. Я думаю, что можно соглашаться смело. Потому что мы сигары производим очень быстро. Слушайте, а вот и 450 тысяч. Ну, хотя я там на отеле построился. Кстати, как они там себя чувствуют? Еще не построили? Ну вот в процессе. Здесь строят, здесь строят. Видите, чуть пободрее пошло с новой вот этой штукой. Кстати, здесь не надо ли какое-то улучшение сделать? Не подскажете? Да, вот такое надо делать. Пускай они себе строят. Вот я на этом буду экономить. Я хочу на этом экономить. Что я хотел сделать? Я хотел, наверное, в указ зайти, подумать. Блин, не знаю, насколько бесплатное жилье я вообще вывезу сейчас. Может быть, подождать чуть-чуть и все-таки попробовать. Здесь вот такая штука. Строимость строительства всех жилых зданий снижается на 50%. Погоди, нет, я на самом деле не это хотел. Я хотел то, которое мне на швейцарский счет деньги отправлять. Вот оно. То есть увеличивается всех строений на 20% и 2% от суммы идут ко мне на швейцарский счет. Звучит интересно. Производство всех религиозных строений снижается на 20%. Запас здоровья и урон всех войск повышается на 10%. Ну, это такое себе. Фестивали отмывали. Пока действует этот указ, все денежные сборы за участие в фестивалях обращаются в швейцарские деньги. Кстати, фестиваль я тоже не строил. Ну, наверное, в выборах нам подтасовывать ничего не надо. Оставляем все как есть. Так, как у нас дела? Ну, стройки было много. Плюс еще вот эта вот вся история, да? А я не знаю, я могу, в принципе, вот так сделать. Давайте так и поступим. Попробуем привлечь гребаных экстремалов. Ну, что они меня бесят-то, я не понимаю. Наверное, работников не хватает. Ну, да, это логично. Это было бы логично. Ну, рано или поздно они здесь появятся. Вообще, можно, знаете, как поступить. Можно выпилить вот это все отсюда. И сказать им, ребята, а не хотите нам спасать любых? Вот так вот четыре раза давайте нажмем. Ну, и дальше можете грабить. Ну, мы типа выиграли, но не от всего. Сердца 549. Ну, нормально. Вот у нас открылась еще последняя ячейка, которую мы изучили. Что у нас здесь? Все предложения торговых путей прекращают действовать. Стандартные экспортные цены на все товары повышаются на 5%. Да я думаю, что свобода торговли, и не будем мы париться. У нас все нормально, нету в этом никакого смысла. Пускай остается. Когда к нам сюда ребята приедут? А, они уже приехали, они уже трудятся. И это замечательно. Слушайте, а нам бы, наверное, начать тогда перестройку. Давайте попробуем. Давайте попробуем отказаться вот от этого всего. Это все у нас идет. Давайте я вот так возьму, наверное, инструмент. И так будет проще сносить, чем на каждое здание кликать. Ну, и вот оно все исчезло. Что хотите? Изучите тему мировая рыночная экономика, яхт-клуб. Слушайте, ну, я яхт-клуб построю для туристов, правда. Ну, как-то мне не хочется ничего менять в конституции. И поеду вот сюда. Так как здесь у нас такие работяги прямо, я им вот таких квартир построю. Я думаю, что им понравится. Вот сделаем вот так, наверное. Да, около завода, я это прекрасно понимаю. Ну, а что делать? Зато у вас будет более комфортное жилье. Не, вроде экстремалы заехали, кстати. Все нормально, видите? Вон, смотрите, какая толпа. Можно даже еще им, наверное, подстроить. Я уверен, что они поедут туда развлекаться. Непонятно только, как посмотреть денег, сколько за туризм я лутаю. Потому что хотелось бы понять. Ну, и чего у нас тут? Да, у нас нет электричества в космической программе. Давайте мы ее, наверное, запитаем. Да, тут совсем чуть-чуть не хватило. На самом деле, очень обидно. Но в целом терпимо. Можно куда-нибудь просто вот сюда приделать. Или вот сюда. Давай вот сюда. Давай вот сюда. Вот так вот нажмем кнопку. И электричество у нас появляется. Люди здесь уже работают. Что можно делать? Давайте посмотрим. Построить необходимые объекты для сборки деталей ракет. Построить, попросить грант на исследование у третьей стороны. Слушайте, тут очень много всего. Что это такое? Что это такое? Я вообще ничего не понимаю. Луна, Марс, космические обломки. Это очень много текста. Что это? Что здесь происходит? Ну ладно, давайте подождите. Давайте пойдем, во-первых, к тому, что нужно построить вот это. Да, это строится внутри. Это строится прямо внутри. Но будем, наверное, по одному строить домик. Так вот, торопиться я не буду. И потом уже будем кого-то запускать. Что у нас здесь? Кому? Милитаристы. С ними я плохо дружу. И вот с этими плохо. Поставлю им лайки, чтобы они не выпендривались. Что здесь брокер говорит? Стимулировать торговлю. На остальное у меня денег, к сожалению, не хватает. Дома уже построили. Ну и что скажете по этому поводу? Вам как вообще? Нормально? Выполнили задание с консерваторами. Берем немножко отношений. С ними у нас стать не очень все хорошо. Но как бы не очень-то меня это и беспокоит. Не знаю, насколько им здесь надо квартиру строить. Но как бы высотку я здесь делать не хочу. Ты кто вообще такой? Ну-ка давай-ка, братишка, уходи отсюда. Есть еще какие-то бараки. Ну вон здесь, видите, сколько домов? Вот этих кибиток. Как бы это ни дело. Надо вообще везде отказаться от этих бараков. То есть уже переехать полноценно вот в такие вот дома. Либо, да, в квартиры и так далее. Чтобы ребятам как бы было нормально. Ну давайте я одну квартиру здесь приделаю. Может быть тот в нее все-таки заселится. Потому что разный достаток. Соответственно надо разное жилье. Ну вот сюда я думаю можно. Еще одна задача. Это классно. Это здорово. Давайте нам вот это все построим. И мы вообще будем очень рады. Так, ну чего еще сюда приехали люди? Забили битком. У меня не хватает в общем работников. На самом деле достаточно странная история. 12 человек есть. Но при этом я вижу, что много мест, которые не работают на 100%. Исходя из того, что там просто людей не хватает. Видите? Такая вот фигня. Неожиданно на самом деле. Но мы еще сейчас спасаем. Это что такое? Хватит вырубать деревья. Что? Что это значит? Что вот это означает? Я не очень понимаю. Это какой-то бунт? Или что? Вот здесь, да? Запасы ресурса истощены. Ага. Ну это хреново, что могу сказать. Когда запасы ресурса истощены. Ну значит надо сносить. Я потому что здесь дом построил. Наверное поэтому. Но думаю, что с бревнами каких-то проблем нету. Потому что я такое количество тогда этих штук наделал. Что рубить не хочу. Короче, я так понимаю, нам нужно с вами построить всякие разные части ракет. Вот например, мы с вами купили битком набитую рубку. Оказалось, что она как бы более-менее. Но видите, у нее 215 вместимость. Да? Или что это? Показатель веса детали. Хорошо. Окей. От 200 до 300. Но типа при этом риска нету какого-то повреждения. В общем. И соответственно разные всякие детали надо будет строить. Ну мы построим. Сейчас пока что мы только здание строим. Что у нас тут есть? Инструмент. Инструмент. Не хотим мы инструмент. Давай чертеж статую возьмем, например. Ну, короче, примерно плюс-минус мы теперь знаем, как это все работает. Чего тебе не хватает? Тебе кукурузы, да, не хватает? Ну да, в принципе, это понятно. А сколько у меня кукурузы? Как понять? Я не знаю. Но я бы еще... Ну вот куда я сейчас дострою? Да? Вот как бы вроде люди есть, а как бы вроде как бы и нет. У меня, кстати, тут нету министров почему-то. А почему так получилось? 75. Затраты на строительство военных зданий. Урон наносимый не хочу. Затраты на обслуживание военных зданий. Давайте вот затраты на обслуживание. Так, здесь кто у нас? Производительность рейдерских, понятно. Производится в 4 раза больше знаний. Ну такое. Базовые экспортные цены. Вот это мне нравится. Давай возьмем. И что-то еще надо выбрать. Я не знаю, почему они исчезли. Качество работы всех строений. Вот это тоже хотим. Ну тут такая борьба за офис, либо стадион. Я бы, наверное, в этот раз построил стадион. Наверное, по той причине в большей степени, что у меня просто его нет. Ибо, ну, офис как бы есть, и неинтересно это будет. А это у нас где находится-то? В обычных развлечениях? Да, вот он, стадион, кушает электричество. Ну такой достаточно большой стадион. Не знаю, может быть, его в городе приделать? Вот сюда, например. Вот сюда, да? Около офисов. И сзади там какие-то парки организовать. Слушайте, а давайте. Да, я понимаю, что у меня здесь уголь добывается. Ну и ничего страшного, я думаю, не случится. Единственное, что... Блин. Дороги делаются в тропика, конечно, ужасно просто. Меня это прям раздражает. Хотелось бы, чтобы немножко по-другому это работало. Ну и давайте вот так это все дело развернем. В сторону города. И сюда мы поставим каких-нибудь парков, да? Блин, есть много разных парков. Надпись какая-то есть. Ну давайте вот таких возьмем. Здесь, а то вообще плохо все. Я через шифт вот так вот сейчас их наставлю. Прям вот максимум, да? И туда даже еще одна единичка влезет. Вот такая. Отлично. Добавляем сюда следующее здание. Слушайте, я не знаю, мне кажется, я могу все здания добавить. Поэтому пускай они будут. И уже как только они у нас появляются, мы с вами сможем что-то делать. Но делать мы будем, наверное, это в следующей части. Так будет интереснее. Так, что-то здесь можно понажимать. Давайте экологами немножечко подружимся. И немножко с коммунистами. Не знаю, насколько мне это действительно надо. Короче, машинки у нас теперь ездят в большем количестве. Потому что мы настроили парковок. Что вы дом не можете построить? На тебе нахрен за деньги. Вот это тоже за деньги. Здесь что? Держи тоже бабла. Нормально все. Не можете, да, достроить никак? Помогу вам, ребята. Заселяйтесь. Вроде люди заселились. 49 все равно бездомных. Не знаю, мне кажется, бездомные будут все равно всегда. И мне надо просто указ издавать. И все будет хорошо. Ни с кем союза заключать я не хочу. Строение стадион в процессе, дружище. Я думаю, скоро будет готов. Видно, тут именно проблема в достатке граждан. Потому что я вижу, что есть свободные дома. Причем очень много. Но как бы они селиться не хотят. Что там у нас горит-то? Не понимаю. А, вот эта хрень горит. Нет, это надо срочно тушить. Кукурузы пока не хватает. Блин, построить им еще кукурузу, наверное, да? Я просто все боюсь, что людей-то нету. Блин, а я строю и строю такие дома для рабочих. И получается, как бы я постоянно создаю какие-то свободные места, так или иначе. Что у нас здесь? Офшорный бизнес. Кого? Ну давай Евросоюз тоже пусть будет. Ресурсы с высокой ценой на экспорт. Автомобили, шоколад. Шоколад не производим, да? Получается, правильно? Я же не строил шоколад. Да, я строил ром. Ну и хрен с ним. Нормально. Зато там есть автомобили. Да нет, слушайте, туристы едут реально. Я даже не ожидал, что прям так. Давайте вот так сделаем. Давайте еще вот сюда приделаем. Так, а это какой у нас этаж? Это этаж у нас не последний. До улучшения я имею в виду. И нужно дотянуться до небес. Держите вам всего, что хотите. Прямо. Я сразу настрою здесь. Плохо, что они такого цвета ужасного. Но можно было бы, да, что-то сделать по цвету. И было бы классно. Но это все, это максимум. Я правильно понял? Да, это максимум. Народу здесь будет просто тьма. Но осталось только дождаться того момента, когда кто-нибудь нам их привезет. Надеюсь, что это будет какой-нибудь самолет. Хотя, не знаю, я, кстати, забыл поменять вот эту штуку. Давайте роскошные возьмем. Пускай богатых возят. Но самолет видно, что привез 733 человека. Поэтому все-таки дело здесь идет. Стадион у нас теперь есть. Я не знаю, дает ли он какие-то деньги. Но посетителей тут достаточно много, может быть. И это классно. Можно что-то даже улучшить. Сборы на 2. Качество работы повышается на 5. Качество обслуживания. Давай, хотим такую штуку. Пускай все будут счастливы. Вот так вот неожиданно залетают с заданиями. Давайте квартиры построим. Потому что я не хочу устроить там то, что она сказала. Мне не нравится. Но придется вот такие квартирки сделать. И их получается апгрейдить потом до определенного уровня. Да? Как лучше сделать? Давайте вот так сделаем. Я думаю, что вот здесь им будет нормально. А, погоди. Модернизировать? Ну все правильно. Ну ладно, давай квартиры все равно построим. Да и модернизируем. Я просто неправильно прочитал. На самом деле записываю поздно. Поэтому иногда туплю. Не обессудьте. Как бы я стараюсь все равно. Вы же понимаете. Вот эти дома, кстати, не особо кому нужны, если честно. Не знаю, с чем это связано. Не понимаю. Вот мне интересно. Я делаю бесплатное жилье. Соответственно, есть какой-то ряд граждан, которые до этого всегда были без достатка. И они еще заселяются в такие дома. Ну хотя здесь места нет. Ну типа представим, что место там есть. То есть я не очень понимаю, как это работает. Ну давай модернизируем тогда вот эту квартиру. Задание выполним. И получим еще плюс 5. Ну вот вроде казалось бы, все нормально. Но посмотрите, у нас электричество 51. А так все здания мы построили. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну вот мы можем начать что-то делать. Причем можем начать в принципе все. Вот этого у нас просто нету. Да, я так понимаю. Разные всякие двигатели. Экспериментальный ракетный двигатель. В общем тут охренеешь. Дополнительные припасы. Но по крайней мере мы поняли, что в это можно еще поиграть. И можно запустить будет ракету. Единственное, что нам понадобится скорее всего еще термоядерная вот эта история. Я вот думаю, а что если я сейчас на паузе вот так вот сделаю. Да, я понимаю, что временно мы не можем ехать. Но просто поверну сразу вот так. И уведу дорогу вот сюда, да. То это значит, что таким образом я сюда еще одну такую штукенцию приделаю. Я же правильно понимаю? Ну я буду делать, потому что это нам надо. У нас уже минус почему-то. Но можно просто вот так добавить и становится нормально. Давайте напоследок построим что-нибудь еще. То, что подходит... Кстати, ночной клуб мы с вами построили. Я вот в тот раз не помню. Или это в этот раз было. Но я вам говорил, да, что я могу тупить. Я по-моему его не построил, а он туристов-экстремалов тоже привлекает. Я вообще хотел что-нибудь такое, что привлекает очень богатых. Ну то есть смотрите, мы поставили с вами вот эти домики лучшего качества. Гости должны быть несметно богатыми. А как несметно богатых-то привлечь? Я такого здесь вообще не видел. Как минимум богатыми. Ресторан деликатесов. Поле для гольфа строили. Клуб. Не знаю, насколько повлияет. Но давайте, давайте. Блин, я не знаю. Надо что-то строить. Еще какой-нибудь ресторанчик. Но вообще у меня места забиты. Видите, в этих заведениях во всех. Везде горит человечек сверху, что типа можно нам как-то разгрузить. А то мы не справляемся. Оперный театр здесь я, по-моему, не строил. Я думаю, что один можно организовать. Давай, наверное, еще парочку таких гостиниц построим. Погоди, у меня электричества-то хватает. Гостиницу он построит. Я думаю, что должно, да, хватать. Сколько надо-то? Надо 20, а у нас 150. Ну парочку можно воткнуть. Давайте один вот сюда. Один вот сюда, например. Или напротив даже вот так лучше сделаем. И посмотрим еще вот сюда. Потому что я бы хотел бы организовать вот эту штуку. Эта штука у нас с обеспеченными или богаче. Ну какие-то лайнеры здесь поставим. Типа вот здесь какое-то развлечение. И типа лайнер стоит, да? Это что за полосы такие? А, это типа от корабля. Потому что я его сюда примеряю. Прикольно. Ну давайте тогда поставим его вот сюда, так сказать, да? Можно сказать, что мы его поставили. Ну и один еще вот здесь, например, тоже пусть будет. Надо еще свалки периодически, наверное, вот это вот освобождать от мусора. Ну чтобы они, во-первых, здесь не мелькали перед глазами. А во-вторых, пускай мусор действительно убирают. Я думаю, что это людям понравится, так или иначе. Слушайте, ну что могу сказать? Мы сегодня неплохо так построили электричество, да? Вот уже два термоядерных реактора работают. Здесь что-то для туристов, здесь что-то строится для туристов. Куча яхт-клубов. Здесь, конечно же, кто-то поселился. Подождите со своими заданиями. У меня достали сегодня, если честно. Дайте отдохнуть. Сюда им квартирку бахну. Пускай живут. Парковочка у них здесь есть, поэтому сразу едут. Парковочка здесь есть. Тут стройка, кстати, очень быстро идет. Потому что две вот этих конторы ситуацию как бы делают. Да, вот сюда уже приехали. Сейчас это тоже будут строить. Ну, не знаю, насколько получится у нас несметно богатых привлечь. Потому что непонятно. Производительность повышается. Это все классно. Здесь у нас оперный театр. Но мне кажется, что у нас все-таки работников не хватает. Ну, я там по нефти всякой кликал и так далее. Может быть, просто они образование получают. И им становится неинтересно здесь работать. Типа, вот видите, например, здесь какая-то дыра. Ну, в общем, если покликать, там есть дыры. Это я вам точно говорю. Ой, я нашел еще один барак. А я хочу его убрать. Здесь есть места? Ну, ребят, у вас вот там места вообще-то есть. Не хотели бы вы переехать? Блин, я пропустил задание. И посмотрите, я потерял сколько поддержки. Какой ужас. Я не хотел. Я не хотел. Честно, не хотел. Это получилось случайно. Такого быть не должно было. Ну, ладно. Такое тоже бывает. Может быть, здесь у кого-то отношения есть повысить с промышленниками? С верующими вот можно вот так вот сделать. Наверное, да? Или не помогло. Ну, серьезно. Ну, значит, я пойду сейчас кого-нибудь подкуплю. Вот с милитаристами вообще беда. Давай подкупим промышленников. Да всех подкупим, короче. Подкупим там хоть какой-то небольшой прирост. Это тоже прирост. Ну, блин, я получил минус 5 там, минус 5 здесь. Эти, в принципе, довольны. Но если они будут супер довольны, я тоже буду рад. Короче, всех подкупил. Денег потратил. Денег до дури. Что в следующий раз будем делать? Я думаю, что в следующий раз мы с вами издадим указ. Или, может быть, давайте просто его сейчас издадим. Который пригласит к нам кого-нибудь. И захотят они, чтобы мы что-то выполнили. Блин, на тотальное наблюдение. Ну, я не знаю. Ну, давай изменим. Американские горки. Указ запрет контрацептивов. Ну, пускай будет. Я так понимаю, указы же можно отменять. Правильно я понял? А, или так нельзя сделать. Нет, нельзя. Можно только заново издать. А я уже изменял вот этот указ? Странно. Почему он горит две звезды? Я не помню, чтобы я это делал. Ну, ладно. Короче, да. Указ можно отменить и можно издать заново. Все верно. Вот. Сортировка отходов. Окей. Будем знать. Будем знать. Будем двигаться к тому, чтобы все-таки вернуть доверие. И поехать уже в космос. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.